Дворим И это так же называется Мишне Тура, это что-то, что опять Моисей напоминает всему народу Подумайте, что прошло 40 лет И те, которые взрослые люди стоят сейчас перед мошей, это были дети 5-8 лет И часть тех вещей, которые они видели и они, возможно, забыли И, возможно, часть вещей, которые они тогда слышали, они были маленькими и не поняли Но сейчас Моисе напоминает им все заново И я так думал, вот эти люди 40 лет находились в пустыне Они знали всю жизнь, которая была в пустыне Но всю эту жизнь они прожили с надеждой, что они должны подойти в конечном итоге к чему-то более велик Что они должны зайти в свою страну, в землю Абитабанную В землю, в которой течет молоко и лед И мы с какой-то стороны похожи на них сегодня Мы живем в этом мире, мы привыкли к нему Мы знаем, как все вокруг работает Но у нас есть более великое ожидание Ожидание, что мы придем в лучшее место Куда мы должны прийти? В царство небесное В царство небесное В царство небесное В царство Божье Это то, чего мы ожидаем Куда мы хотим прийти И это тема моей проповеди сегодня В царство небесное Что такое Божье царство и как мы его понимаем Как понимали люди тогда Пришло ли уже царство Божье Видим ли мы его сегодня Но для этих вопросов мы пытаемся ответить сегодня И на эти вопросы мы пытаемся ответить сегодня Вы все знаете, помните, я надеюсь, все знают молитву Господню Как она начинается? Как она начинается? В начràferе Так, что ирод battle Даже в страму о 원래 читании В семье Joker Он как всегда говорил про Царство Божье Царство Бога, которое находится на небесах, должно прийти сюда, на земле. И что это значит, Его Царство? Потому что Бог Царь на небесах. И все действует согласно Его законам. И все действует согласно Его желаниям. И те, есть те, которые служат Ему. И все Ему служат. И все делают это с любовью и с желанием. Исполняют Его волю. Это то, что происходит на небесах. И то, что Ешо говорит, что мы хотим, чтобы это было и на земле. Мы хотим, чтобы и на земле Господь был самой большой власти. Чтобы люди могли служить Ему, исполнять Его волю, с любовью и в свободе. Чтобы это был их свободный выбор. Происходит ли это уже сейчас? Что вы думаете? Да или нет? Да, нет. Частично, не со всеми. Не полностью. Все проблемы. В зависимости от того, как мы посмотрим на это. Потому что мы можем посмотреть вокруг нас и увидеть множество людей, которые вообще все равно есть Бог или нет. И они не хотят исполнять Его волю, потому что они вообще не верят в Него. Они находятся под геопластикой. Это был их свободный выбор. Но есть те, которые дадали своей жизни Богу. И они ищут того, чтобы вспомнить Его волю. И как сегодня, многие люди, которые думали про Царство Божьей. Они думали про физические вещи. И когда в иудаизме мы говорим о Царстве Божьем, то мы имеем в виду, что будет человек, который будет представителем Его Царства здесь на земле. И этот представитель Царь Машиах. И когда он придет, тогда на земле будет мир. И будет его власть над всей землей. И все захотят служить Ему. Как же, когда первым человек, Адам, был Царем над всей землей. И Бог сотворил его, и все отдал друг к Ему. И ему нужно было исполнить волю Божьем. И так и Царь Машиах должен исполнить волю Господу. И все люди ждали. Да, вот он скоро придет, и тогда наступит мир. И получат все преступники свое наказание. И все преступники, которые находились в мире, в радости. Кто был самый первый, который говорил про Царство Божьем? Йохананам Адбил. Йохананам Адбил. Након мо он. Йоанн, действительно. Он знал, что он знал, что скоро придет Ешуа. Вот он Мелеха Машиах, нацик шел Иллюим. Этот самый Царь Машиах, и представитель Бога. И мы когда-то говорили о том, что Йоанн действительно думал, что когда придет Ешуа, то он принесет с собой суд от Бога для всех грешников. И он будет, как написано, крестить огнем. И смысл этого было, что он сожжет всех грешников и соберет всех праведников и даст им благословение. И также многие ученики, которые шли за Иоанном, его ученики, ученики Ешуа, также думали, что скоро будет он совершит этот суд, и придет Царство Божье на Емелье. Что правление Римское потеряет свою силу и власть. И Ешуа будет править. Вы думали, когда они будут править, почему Иуда есть храйот в Гадду? То есть почему Иуда есть храйот предал его? В каждой жизни он ехал к этому, яд по яд, и ламад мемо. Все эти годы он был с Ешуа, ходил с ним, рука об руку, и учился от него. И вдруг он предает его. Нагидит, что это все, если он был против, то он поступил, как он думал, правильно. Но почему после того, как он предал его, он пошел и повесился, покончил жизнь самоубийством? Он почувствовал страшную вину, он почувствовал, какой ужас он совершил. И одна из идей, возможно, это неправильно. Что Иуда есть храйот, он хотел приблизить приход Царства Божьего. И сегодня в еудаизме существует такое понятие, что мы через праведные, добрые дела можем приблизить приход Машия и Царства Божьего на землю. И, возможно, Иуда хотел сделать это, хотел как бы подтолкнуть Ишуа, для того, чтобы он сделал этот переворот. И он может быть подумал, что если вдруг его загонят в угол и поймают, тогда он уже проявит свою силу и все путится. И тогда он сделал то, что он сделал. Но после того, как он увидел, что он закончил это тем, что Ишуа умер на Христе. И он не подождал того дня, что Ишуа умер на Христе. Такая боль пришла в его сердце, он понял, какую ошибку он сделал. И понял, что все его мысли были неправильными. Потому что он ожидал физического царства. Многие из нас сегодня, и люди, которые также жили в то время. Но для того, чтобы понять, что значит Царство Божие и что имело в виду Ишуа, нам нужно прочитать несколько книг Писаний. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 20 главу. Мы прочитаем все цеймовые стиха. Пасух 20. 20 главу. Луки 20-20. Пасух 20 главу. Бывший спрошен поисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Сказав также ученикам, придут них, когда пожелаете видеть, хотя один из Дней Сына Человеческого вы не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния сверкнув от одного края неба, приставили другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде надлежит ему пострадать и быть отвержен народу семьи. И как было во дне Ноя, так и будет во дне Сына Человеческого. Еле пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноев в Павчех и пришел потом и покупил всех. Так же, как и было во дне Лота, еле пили, покупали, продавали, сидели и строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пробился с неба огненный серный дождь и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи ему в доме, не ходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращаясь назад. Вспоминайте жену Лотову, кто станет с берега души свою, тот покупит ее, кто покупит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь двое будут на одной постели, один возьмется, другой останется. Двое будут молот вместе, один возьмется, одна, другая останется. Двое будут на поле, один возьмется, другой останется. Но на это сказали ему, где Господи, он же сказал, где труп, там и соберутся и орлы. А сколько за перегазы, ца дорог? И эта глава немного длинная. Но Иешуа здесь показывает нам две различных картины. С одной стороны, парисеи говорят, где же это царство? И тогда он говорит, вы не узнаете, где это царство, оно невидимое. Вы не сможете сказать, вот оно здесь. И это царство находится внутри вас. И когда этот текст был написан на армейском языке, то значение, где находится царство, было или внутри вас, или рядом с вами. И когда Иешуа говорит, что царство Божие находится рядом с вами, то он говорит про себя, что он есть царство Божие, которое рядом с ним. Он говорит, я уже здесь, я совершаю чудеса и знамения, а вы не видите. Но есть также и другое значение. Что царство Божие, это не что-то физическое, это что-то, что находится внутри. Это что-то, что начинается изнутри. И для того, чтобы вы понять это, давайте мы прочитаем притчи про царство Божие. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 33 стихе я хочу прочитать. Мы прочитаем с 31 по 33. Иную притчу предложил он им, говоря, царство небесное подобно зерну гортичному, которое человек взял и постел на поле свое, которое хотя меньше всех семян, но когда он растает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявшую, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И что рассказал здесь две притчи? Если мы прочитаем, то есть еще несколько притчей. Две эти притчи говорят о царстве, которое связано с тем, что он находится внутри нас. И вторые две притчи говорят о втором пришествии Господа. Он говорит, что царство небесное подобно закваске. Я считаю, что мужчины, которые делают пироги, которые делают из дрожжевого теста, они знают, что если не положить дрожжевого теста, то оно будет тонким, а оно не поднимется. Он будет сухим и невкусным. Кто не любит есть мацо? Кто не любит мацо? Кто не любит мацо? Кто любит мацо? Все любят мацо? Молодцы! В этом году, как и в дуга, в дуга, в дуга. Но это не так теймо. Но, честно говоря, мацо не самый вкусный. Но, например, халла, это красивый, с гориней. Но халла, представьте себе, сравните мацо и вот халлу, которую Арина делает, сладкая, пышная, с севечками. Есть разница, правильно? И он говорит, что закваска похожа на царство небесное. И что, какое здесь значение? Закваска должна что-то изменить. Она должна сделать что-то, улучшить, и чтобы это что-то стало более живым. И он говорит о нас, о чем-то, что исходит изнутри. Сначала должно измениться внутри нас, для того, чтобы потом это убедили другие люди. И есть несколько вещей, которые связаны с закваской. И для того, чтобы она действовала, она должна... И для того, чтобы она оказала влияние, она должна всегда действовать. Так, чему вы в атабае, что он не работает? Подумайте, если вы используете просроченные дрожжи, которые уже не работают. Я не знаю, какова эта химическая реакция, но если что-то испорченное и недействующее, когда оно не достигнет своей цели... В тот же хлеб не будет таким пышным и вкусным. И так же и мы. Если мы не работаем, то это не работает всегда. Если Божья церковь не будет работать внутри тебя, и не будет работать всегда, тогда результат будет другим. И тогда мы ищем, где же это царство Божие, почему этот человек не меняется, почему эта ситуация остается в другом мире, почему все зло вокруг нас не меняет. Есть несколько дворов, которые разочаровывают меня. Но если ты из себя выносишь это царство Божие, то оно указывает влияние на жизнь вокруг тебя. Заказка или дрожжи не видно, как она действует. Ты не знаешь, какова реакция, как все это происходит, и в конце концов ты видишь результат. Ты видишь, что как что-то изменилось во что-то другое. Если Бог не наполняет твое сердце, если Бог наполнит твое сердце, и это происходит постоянно, тогда ты можешь оказывать влияние изнутри. Ты можешь изменить положение вещей вокруг себя и отношения. Возможно, что обстоятельства останутся теми же, но ты уже будешь радоваться им. Ты уже будешь над этими обстоятельствами. И когда оно действует, тогда оно влияет на других вокруг нас. Когда ты даешь любовь, когда ты показываешь милость, не как принято, а немножко больше, тогда царство Божие происходит вокруг тебя. Когда ты радуешься, когда нужно плакать. Когда ты можешь поддержать человека, который нуждается в тебе. Как Ишуа говорит, плачьтесь, плачьющими, и радуйтесь, радуйтесь. Это есть царство Божие. И оно уже пришло. И Бог каждому из нас дал силу. Тебе нужно только принять ее. Я несколько дней назад говорил с Бедой. И она дала такое свидетельство о том, что произошло на молитве на собрании. Когда мы молились, Беда говорила о том, что мы должны разрушить депрессию вокруг нас. И потом после этого собрания она получила сверхъестественную радость внутри себя. Положение вещей не изменилось. Те же проблемы на работе, та же жизнь, которая была и до этого. Но ты вдруг себя чувствуешь по-другому. И ты заражаешь людей своим отношением и своей радостью. И так распространяется и развивается Царство Божие по всему миру. Оно приходит от Бога, так же, как мы не знаем, как действует Зак-Васка. Но это что-то сверхъестественное. И это происходит только тогда, когда ты готов посвятить себя Богу. Мы говорим, как Царство Небесное может распространиться по всей земле. Возможно, я буду говорить с человеком и дам ему почитать Танах. Возможно, я дам ему почитать какую-то молитву. Не таким образом. Ишуа здесь рассказал еще притчу про готичное зерно. Он говорит, это что-то очень маленькое, которое ты бросаешь в землю, и оно возрастает, и оно возрастает, и нечто очень большое. И тогда птицы небесные могут укрыться и построить там гнезда. Распространение Царства Божьего начинается с нас. Метхилла меута, меута сеор бехнин, сеор шел Эллоим. Начинается лас той самой Зак-Васки Бога внутри нас. И тогда, когда он может передать себя другим людям, ты, они кто-то другой. Это только таким образом, как ты живешь, в какую атмосферу ты делаешь вокруг себя. Только так ты можешь заразить других людей. И только так Царство Небесное может распространиться. Я думаю, что первые ученики Иешуа, которых он посылал, они встречались с другими людьми и показывали любовь. И было все равно, кто там стоит перед ними. Бедный человек, больной человек, человек, который заражен какой-то болезнью, они могли оказывать милость и показывать любовь всем. И только когда ты чувствуешь то, что чувствует другой человек, ты можешь стать частью его. И тогда ты распространяешь это Царство. И тогда ты можешь помолиться за него силой и властью. Царство Небесное видно. И тогда мы можем спросить, где оно начинается? И тогда мы можем спросить, где оно начинается? Где я могу прийти в Царство Божье? И где то начало, когда Бог может напомнить в мою сердце? Тот, кто читал на Корму проповедь, самый первый стих, Иешуа говорит, блажен от нищей Духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищей Духом. Тот, кто говорит, «Бог, мне не достает тебя». Я хочу еще от тебя напомнить меня. Я хочу больше времени проводить с тобой. Я хочу, чтобы ты напомнил меня, чтобы я относился к людям так, как ты к ним относишься. Это совершенно не просто. Иногда ты смотришь на человека, и ты ненавидишь его. Или ты, может быть, его ненавидишь, но он тебя так раздражает, что ты не хочешь с ним разговаривать. Ты хочешь просто не замечать его. И вдруг он борется, и он подходит к тебе и говорит, «Помоли за меня». Как можно в таком состоянии и сердце молиться за этого человека, которого ты с трудом терпишь? Ты можешь помолиться, но твоя молитва не принесет изменения в таком состоянии. Только когда Бог наполнит нас, только тогда мы можем прочувствовать то, что он чувствует. Но это нужно просить, оно само по-среди, и не произойдет. Потому что когда ты просишь, Бог наполнит нас тебе. Но вопрос в том, готов ли ты принять это? Он говорит, «Верни, мало получит больше». Потому что иногда мы просим, но мы даже не понимаем, чего мы просим. Потому что быть похожим на Ишуа, на Бога, это совершенно непросто. Но когда это царство утвердится в тебе, тогда ты сможешь делать что-то для других людей. И какие есть результаты или последствия царства? Вы знаете, что Иоханн, она мгновит, шелах талимидин, что Ишуа, и шуа, или нет, это действительно это, что нужно было. Вы знаете, вы помните, когда Иоанн Трисетиль пошла своих учеников, Ишуа спросите его, ты леток, которого мы ждем? Есть там милии тогда там есть очень прекрасные слова. Я даже хочу прочитать. Матфея 11 глава, 5 стих. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Это удивительные вещи. Мы сегодня не видим много подобного, но они происходят. И даже в Израиле они происходят. Но это только тогда, когда ты можешь быть похожим на Бога, похожим на Ишуа. Когда Царство Божие открылось внутри тебя и наполнило тебя. Тогда ты можешь видеть результаты. Но то, что самое интересное, это последние слова. Есть те, которые исцеляются, есть те, которые воскресают и благословествуют. Но он говорит, нищие благовествуют. Они им, мы посрим. Нищие благовествуют. Тут не говорится про исцеление. Это говорится про бедного человека, у которого нет ничего на этой земле, он наполняется радостью и благословествует других людям. Он может показать на себе, что счастье не в деньгах и не в имуществе, которое у тебя есть. У этого нищего ничего вокруг нет. Возможно, этот нищий даже воняет и в одежде износилась и вся рвана. Но он рад. У него всего достаточно. Он обоср о молекуне и благословествуют на Божьем царстве. А им אנחנו каэлем? Молекуне метхилам и пепни. Это Yeshua. Ира никуда 1. Тут Yeshua показал одну точку о молекуне и пепни. которая внутри. А второй пункт это про его второе пришествие. И я хочу коснуться там нескольких вещей. Он сказал, что когда он вернется второй раз все это увидят. И это будет истинное царство. Когда вся пола будет принадлежать ему шире. Но он говорит здесь одну вещь. Когда приблизится день пришествия то он начнет собирать своих людей. И он говорит двое будут на одной постели постели. Один возьмется а другой останется. И двое будут в поле работать. Один возьмется а другой останется. есть здесь важное послание. Двое в одной постели это пар. Это муж и жена. Одного возьмут другой останется. Это очень печально на самом деле. Но это показывает нам, что вера твоего мужа или вера твоей жены тебя не спасет. Он не сможет оправдать тебя. Или твоя жена не сможет оправдать тебя. Каждый должен сам встать на Божий суд. Написано, что двое могут работать на одном же месте. Твой хороший друг который является верующим он для тебя жертву не принесет. он заберется а ты останешься. Каждый ответственен за себя. Отношения с Богом они личные. Они не парные. Они не групповые. Они личные. Человек Бог один на один. Каждый даст отчет и предстанет на суд. Важно понять это. Каждый оправдывается не своим другом или своей женой. Каждый оправдывается теми делами которые Ишуа сделал за нас. Если ты не принимаешь их тогда это проблема. это не не ожидает . И поэтому я хотела коснуться этого пункта. Потому что Царство Божье действительно приближается. Ишуа говорит вы не узнаете когда оно придет. Он придет как вор ночью. в то время когда никто не ожидает. Оно придет в тот день когда все женятся и выходят замуж и идут в ресторан и на вечеринки. Жизнь продолжает двигаться своим чередом. И вдруг придет Мошер. И все увидят все будут готовы. Поэтому эти два очень важных уроков про нашу готовность и наше оправдание перед Богом и Царство Божье которое начинается внутри нас и наполняет этот Мет. Мошер. Коль Талмит Ишуа как каждый из учеников Ишуа которые пошли в разных направлениях и они то что было внутри вынесли наружу. Поза миллион миллиарды миллиарда людей верят Ишуа на каждом из нас лежит та же заповедь ответственность я хочу помолиться оба отец наш ты говоришь что все начинается с нищих духом я говорю чтобы ты наполни нас чтобы ты так сильно наполни нас чтобы мы начали изменяться изнутри мы хотим быть похожими на Ишуа и распространять любовь вокруг нас это не просто отец наш это очень сложно любить всех но помоги нам чувствовать каждого человека чувствовать его и дать ему твою любовь помоги чтобы царство начало действовать внутри нас и повлияло вокруг нас мы хотим увидеть те железа которые были когда-то мы хотим увидеть что люди вокруг нас принимают тебя что двой царство распространяется потому потому что вокруг нас столько жадко есть еще очень много людей которые не принимают тебя используй нас Господь если если все не готовы помоги нам измениться помоги нам оправдаться еще и принять веру для каждого к собственному личному веру не из-за моего мужа не из-за моей жены но потому что я лично принимаю свою веру что я лично знаю тебя благослови нас Господь во имя Ишуа во имя